друзья всем огромный привет сегодня поработаем с остатками пенопласта также поработаем с таким вот универсальным достойким клеем и эпоксидной смолой сделаем три состава попробуем нанести их на разные покрытия это у нас будет дерево металл орг стекло потом в итоге я покажу что я наносил год назад на деревянный стол посмотрим все все расскажу все покажу так что поехали но для начала мы с вами возьмем три пластиковых стаканчика сразу будем подписывать первое это у нас будет пенопласт 2 у нас универсальный клей и 3 эпоксидная смола берем первый стаканчик наливаем ксилол и будем сейчас растапливать в первом стаканчике пенопласт самое хорошо плавится конечно в ацетоне но вот не получается у нас клей здесь будет однородная масса жидкая все пенопласт стал плохо плавится на этом моменте мы пока остановимся в такая вот однородная масса получается берем второй стаканчик наливаем туда клея и наливаем так силу и хорошенько перемешиваем до однородной массы у нас все хорошо перемешалось вот такая вот однородная масса берем с вами эпоксидную смолу двухкомпонентную в общем смолы за кадром набрал долго набирать и прям на глаз я капну отвердителя хорошенечко размешиваем также добавляем ксилол также хорошенечко размешиваем у нас однородная масса получает эмали универсальный пшикнув каждый по несколько раз все хорошенечко перемешиваем возьмем с вами три одинаковые дощечки подпишем их под номерами 1 2 3 возьмем также вот стекло и металл подпишем берем под номером 1 такой вот красивый раствор получился и наносим так вроде не видно что металлик цвета немножко маловато я добавил краски все-таки до мало краски также нанесем состав на орг стекло посмотрим как он будет держаться и на цинковку на металл попробуем потом его и на прочность берем под номером 2 я вытер сухая промыл и наносим также навод стекло также на металл берем теперь эпоксидную смолу наносим на дощечку также навод стекло и на металл теперь оставим это до полного высыхания а сейчас я пока покажу что у меня произошло со столом который пал на улице под открытым небом под снегом простоял целую зиму и 8 друзья вот он стал сейчас поставлю вставочку как его красил раствором силола и пенопласта и вот он всю зиму отстоял на улице ни под какой ни крыши под открытым небом есть него такой стол он старый уже давным-давно он весь был черный его использовали строители но я решил его обновить попробую нанести наш на состав и посмотрим что получится из этого наносится очень хорошо кистью по крайней мере как видите я прям жирно жирно лью что пропитались все поры и все трещины то есть даже под вода с точкой все сдалилась смотрите краска как было цвет так и остался сейчас про посмотрим воду отталкивающий свой столько да он растрескался видите ну потому что это склеенный щит смотрите то есть как она была не впитывала в себя древесина так и осталось смотрите так что это постояла под ультрафиолетом стояла под снегом под дождем с того лета то есть почти год уже отстояла 9 8 месяцев все прекрасно держится так дорогие друзья все у нас высохло все сухое а хотел показать как как выглядит раствора смотрите вот постоял ночь это у нас клей титан это у нас смотрите какой цвет получился почему-то если его размешать он получается какой-то голубоватый вот собралась эпоксидная смола голубого цвета стала и вот пенопласт то есть на база же практически не изменилось немножко немножечко осадка дал смотрим смотрите какая блестящая блестящая деревяшка давайте попробуем нанести на нее водичку смотрите как водичка собирается как как с гуся вода отлично смотрим на орг стекле ну так не видно давайте на устойчивость посмотрим то есть слушайте она прям как будто ты впиталась само орг стекло прям устойчивая металл смотрите как хорошо держится то есть даже металл покрывать можно смотрим под номером 2 это у нас клей титан смотрим что у нас с водой вода тоже скатывается как бы все хорошо так здесь у нас она прям связает навык стекле не не держится на металле аналогично ничего не держится так теперь эпоксидная смола немножко на позеленела почему-то на воду тоже скатывается все то же самое эффект одинаковый должно даже немножко хуже чем в первом случае в первом случае смотрите прямо вон вообще даже не впитывается здесь как будто ки стремится впитаться в древесину еще а вот на вот стекле тоже слезает на металле металле практически как обутки не видно и тоже очень хорошо слезает слушайте вот самое интересное что самое дешевое самое дешевое это пенопласт это отходы и самый лучший результат видели как на улице он себя повел и как здесь на деревяшке давай сейчас попробую распилю на пополам посмотрю что же там у нас внутри насколько она пропиталась по спилу конечно так не определишь не особо особо не видно что хорошо пропитана древесина этого один слой было нанесено просто сам результат мне очень нравится что самое дешевое держится очень хорошо то есть как бы вот такой небольшой эксперимент что можно сделать пенопластом с эпоксидной смолой но как и повторюсь что пенопласт мне больше всего понравилось самое дешевое самое лучшее средство получается а если вот с ацетоном развести то хороший клей получается так что друзья у нас получилось такой небольшой эксперимент я показал как я делал год назад показал результат что получилось через год никого ничему не учу просто показал если понравился ролик палец вверх пишите ваше мнение до новых встреч пока пока вам же крепкого здоровья и всего самого хорошего